В Калуге будет открыт консультативно-координационный центр под названием Координаты трезвости. Главная его цель – профилактика здорового образа жизни. Эта программа интересна в студии Андрей Ткачев. Здравствуйте! И подробнее о центре нам расскажет член общественного совета при Минздраве РФ, директора агентства интеграции, который возглавляет эту работу, Константин Кунц. Константин Андреевич, здравствуйте! И сразу первый вопрос. Когда будет открыт тот самый центр? Здравствуйте, Андрей. Ну, центр практически открыт. Остались небольшие штрихи. И, собственно, мы планируем сделать это после 15 апреля. То есть уже буквально меньше, чем через месяц? Да, да. Меньше, чем через месяц. А как появилась идея создания центра «Координаты трезвости» и какие главные задачи ставились при его создании? Интересный вопрос. Интересен тем, что нужно попытаться ответить на него коротко, а хочется рассказать историю длиной в 20 лет, наверное. Ну, насколько я знаю, у вас большая практика в этой работе. Идея родилась, собственно, из создавшейся ситуации, наверное, и из опыта работы. Мы преследовали одну единственную цель. Центр должен работать для того, чтобы конечному потребителю услуги предоставлялась качественная, хорошая услуга. Ну, собственно, вот с этого все началось. А услуга-то какая? Начиналось все с реабилитации. С социальной реабилитации зависимых. На рынке негосударственной реабилитации сложилась ситуация сложная, скажем так. И наши люди, родители, граждане, да, как хотите, называйте, сами зависимые в некоторых ситуациях, столкнувшись с этой проблемой впервые, вставали перед очень сложным выбором. Куда обратиться? Какой центр хороший? Какой центр? С проблемой алкоголизма и наркомании вы имеете в виду. С проблемой алкоголизма и наркомании. Именно об этом мы с вами говорим, да. Вот. И родилась идея в какой-то степени отрегулировать добровольно, да, рынок в регионе. То есть консультационно-координационный центр одной из основных своих задач ставит партнерские взаимодействия с организациями социальной реабилитации, но с организациями проверенными, сертифицированными и, собственно говоря, понятными, где человеку причинят добро и ни в коем случае не причинят вред. Как будет вестись работа в центре и какие будут основные направления деятельности? Ну, основных направлений можно ответить несколько. Основное – это вот информационная работа с населением. Будут задействованы такие инструменты, как интернет-портал, который уже готов. Ну, все, собственно, в духе времени. Вся цифра у нас будет. Это телеграмм, это ВК, собственно, интернет, да, и круглосуточный телефон горячей линии 8800, который будет работать бесплатно, ну и, повторюсь, круглосуточно. Вот. Это то, что касается инструментов работы. Что касается направления работы. Любой, я повторю, любой человек, вне зависимости от каких-либо факторов, может обратиться очно, может позвонить по телефону горячей линии и задать любой вопрос, связанный, ну, так или иначе, с проблемами зависимости. Проблема, которая требует вовлечения юриста. Будет оказана первичная консультация. Проблема маршрутизации больного, да, то есть, куда нам вначале пойти, что нам сделать, какая последовательность действий, как не ошибиться в выборе той или иной организации, медицинской, либо же социального толка, да. Проблема постреабилитационного сопровождения обязательно. Это очень важный момент в процессе. Когда человек выходит из реабилитационного центра, человека необходимо сопровождать. Человека нужно переобучить, если есть такая необходимость, помочь с трудоустройством. Ну, собственно, восстановить его социальный статус и сделать самостоятельным, самодостаточным человеком, ну, и вернуть его к жизни, да. Вот. Что еще? Исходя из этого, я правильно понимаю, что будет выстроено взаимодействие с другими подобными организациями, возможно, с правительством области? Тогда как будет выстроено это взаимодействие? Консультационно-координационный центр будет работать при поддержке правительства Калужской области. Мы уже сейчас самых первых шагов с самого начала в плотном взаимодействии с антинаркотической комиссией, с МВД, с Министерством труда, вот, с наркологией. И все эти структуры... Собственно, сама концепция координаты трезвости автором и правообладателем, который является мое агентство, оно и подразумевает вот такое социально-государственное партнерство. Центр является некой точкой, в которую человек входит и по потребностям, собственно, направляется в любое, как сказать, учреждение, наверное, не совсем правильно будет, в любую структуру, которая окажет ему помощь. А молодежь будет как-то задействована? Да. Есть целое направление, которое, я уверен, заработает в Калужской области, это антинаркотическое волонтерство. Антинаркотическое волонтерство в самом широком смысле этого понятия. Я бы очень хотел, чтобы через год, через полтора это движение представляло из себя такое массовое движение подростков, молодежи, взрослых, ну, собственно, людей разного возраста, которые будут пропагандировать саму идею неупотребления и здорового образа жизни. Но вы рассчитываете, что это будет автономное движение? Вот, к примеру, недавно появилось движение первых, которое начинает объединять все организации молодежные по стране. Есть движение первых, есть волонтеры мы вместе, да, и все эти движения начинались с малого. Конечно, хотелось бы, вот прям очень хотелось бы, чтобы это получило какую-то массовость, автономность и уже жило само по себе, как идея, как идеология для молодежи, да. Ну, это мечты. Мы постараемся их воплотить в реальность обязательно. Еще такой вопрос. Когда я готовился к интервью и читал информацию об этом центре, я увидел такой раздел, как киберволонтерство. Что это такое? Да. Киберволонтерство – это... Ну, собственно, волонтерство – это и есть волонтерство, да. Смотрите, что происходит. Мир уходит в цифру. Это давно нам всем с вами понятно. Вот мы даже с вами сейчас находимся в интерактивной студии, да. Все меняется, все где-то там, в интернете. И, к огромному сожалению, к огромному сожалению, продажа, распространение, пропаганда наркотиков, алкоголя и, собственно, как бы всех вот этих пагубных вещей, она давно уже вся в цифре. И наши подростки там же. Так вот, киберволонтерство – это будет очень интересная история. Я сейчас не буду рассказывать подробности. которая позволит ребятам нести идею здорового образа жизни там. В пику тому, что происходит вот, собственно, ну, с наркотиками и алкоголем, да, в сети. В работе с зависимыми будет творчество, будет спорт или будет как-то все-таки по-другому проводиться реабилитация? Консультационно-координационный центр, во-первых, я хочу заметить, это важно, подразумевает наличие амбулаторной программы реабилитации. Мало того, что мы будем оказывать консультативные услуги, мы запустим амбулаторную реабилитационную программу в стенах консультационного центра. Программа авторская, программа сертифицированная, специалисты все обучены для работы в этой программе. Вот, это первое. Второе, ну, хорошая настоящая реабилитация и хорошая настоящая работа с зависимым человеком, она, в принципе, немыслима без творчества и без спорта. Потому что ведь основной задачей реабилитации является очень простая вещь. Дать человеку познать себя и понять ему самому и признать, что ему мешает в существующей действительности, зачем он из нее бежит. А творчество, спорт, это же великолепные инструменты, которые помогают сделать именно такие вещи. А будет ли какая-то работа проводиться с родственниками зависимого человека? Потому что зачастую родственники боятся прийти куда-то с этой проблемой, боятся самому человеку зависимому перечить. Очень хочется сказать, как строгому профессору с кафедры, родственники в первую очередь. Потому что если родственники в процессе не участвуют, то процесс не имеет никакого смысла и практически никакой перспективы. А почему для центра выбрана именно Калужская область? Ну, я даже не сомневался, что начинать нужно в Калуге. Потому что правительство Калужской области, с которым я знаком уже, опять же, много-много лет, вот именно в работе, это очень отзывчивые люди и смелые люди. Люди, которые не боятся идти навстречу новому, и люди, которые действительно радеют за жителей. Если в этом есть какая-то польза, правительство Калужской области обязательно скажет, да, давайте пробовать. Ну, бояться здесь нечего. Наверное, поэтому. Ну и плюс, агентство интеграции является разработчиком и правообладателем стратегии координаты трезвости. А в Калужской области у нас появился прекрасный молодой партнер «Трансформация жизни», это НКО, которые будут исполнителем этого проекта. Ну, а мы будем курировать. На ваш взгляд, сегодня проблема алкоголизма, проблема наркомании остро стоит? Да, она всегда остро стоит, на самом деле. Ну, вот приходит на консультацию мать, заплаканная, она не знает, что делать, выхода нет, она ребенка теряет. Ну, вот скажите мне, есть велика ли разница, да, сколько этих матерей? Одна или, не дай бог, сто одна, или тысячу одна? Да никакой, на самом деле. Если есть хоть сколько-то человек, кто в этом нуждается, то это остро стоит. Я считаю так. Ну и в завершении, скажите, куда людям идти-то? Где будет располагаться центр? Центр сейчас, на первых порах, будет располагаться город Калуга, улица Театральная, дом 19. Там уже повесили очень много красивых вывесок на пути следования именно к офису. Она есть на улице, она есть на лестничном марше, она есть на двери большого уютного кабинета с мягкой мебелью, где можно спокойно сесть, попить чай с консультантами, рассказать о своей проблеме. Ну и, наверное, по телефону горячей линии информацию, опять же, спасибо правительству Калужской области, мы сейчас размещаем в виде информационных плакатов. Телефон горячей линии консультационно-координационного центра координаты трезвости 8 800 4 4 4 4 5 1 40. Звонок бесплатный из любого региона и для любого жителя. Круглосуточно. Константин Андреевич, спасибо вам большое за развернутые ответы. Мне лишь остается пожелать вам удачи в вашей работе. Ну а нашим зрителям вести здоровый образ жизни. Это была программа «Интересно». До свидания. Интересно.